Пожалуйста, Виктор Матвеевич, вам слово. Спасибо, спасибо. Ну вот, давайте теперь вернемся к уравнению Картебега-де-Фриза. Как я уже говорил, оно возникло и было стимулировано теорией мелкой воды. То есть это фактически волны в канале. Видите, L – длина волны, H – глубина. И для того, чтобы получить эту модель, вот мы накладываем такое условие, что L намного меньше, чем H. В этом случае можно записать уравнение Картебега-де-Фриза в общем виде на функцию двух переменных X и T и считать, что у нас есть два параметра – альфа и бета, которые можно варьировать в зависимости от физического содержания задачи. Например, бета там играет роль диссипации и так далее. Но в настоящее время это уравнение используется также в моделях при изучении. Вот, внимание. Это не полный список. Магнита гидродинамических волн в холодной плазме, продольных анаграммонических колебаний дискретно нагруженной струны, ионно-звуковых волн в холодной плазме, волн давления в газожидкостных смесях, вращающихся в трубе потока жидкости, продольных волн в упругих стержнях. Так что это уравнение далеко не абстрактное, а, повторяю, оно инструмент для моделирования реальных явлений. Уравнение КДВ является уравнением частных производных. Такие уравнения рассматриваются как динамические системы с бесконечным числом степеней свободы. Интеграл этих систем описывается законами сохранения вида. Вот, посмотрите. Дельта t от n равняется дельта x от g, где n – плотность, а g – поток движения. Ну, что можно сделать? Посмотрите. Если мы возьмем, введем и n как интеграл от x0 до x1 от n, тогда ввиду этого закона сохранения это сведется к вычислению функционала g в двух точках – x0 и x1, где x0 и x1 в зависимости от задачи варьируются либо на всей оси, либо на конечном интервале. следовательно, если функция ухт быстро убывает при модуле x в стремящемся бесконечности, или если длина интервала равна периоду функции ухт, то при условии, что поток g зависит только от функции у ее производных, мы получаем, что функционал и n не зависит от времени. Вот это основной инструмент для описания свойств, которые нам доставляет решение этих уравнений. Давайте рассмотрим несколько примеров. Во-первых, уравнение КДВ инвариантно относительно преобразования Галилея. Вот оно здесь написано. Вы можете легко проверить, что вид уравнения не меняется, поэтому, используя масштабное преобразование, мы приведем к тому виду, который мне более привычен. А именно 4УТ плюс 6УХ минус третья производная равняется нулю. Повторяю, что в реальных физических задачах участвуют вот эти самые масштабные преобразования. Но, повторяю, для изучения, скажем, законов сохранения нам достаточно взять вот такой нормированный вид. Поэтому, посмотрите сюда, элементарно, что этот вид можно переписать вот в таком виде, как раз в виде закона сохранения, о котором я говорил. Следствие, величина Х0Х1 от УДХ не зависит от времени. Если УХС минус... Вот то, что стоит справа на интервале Х0Х1 равняется нулю. Это так называемый закон сохранения массы для уравнения КДВ. Это то, что особенно физикам важно. Следующий закон. Закон сохранения момента. Я специально на этих примерах демонстрирую, как были обнаружены первые законы и последующие. Умножив уравнение КДВ на У, мы можем переписать полученный результат вот в таком виде. Посмотрите, опять вид закона сохранения. Следствие, величина Х0Х1 от У квадрат не зависит от времени. Если вот то, что стоит справа на этом интервале 0. Это так называемый закон сохранения момента. Дальше. Умножив уравнение КДВ на 6У квадрат, мы приходим к уравнению, которое здесь написано, где П1, П1 – это значит полином, зависящий от У, УХ и УХХ. Дифференцируя уравнение КДВ по Х и умножая результат на УХ, мы получаем соотношение с полиномом П2. Полином уже от УХ, УХХ и УХ три раза. После этого, когда мы введем полином П как разница полиномов П2 и П1, мы получим, что вот такая величина, как вот написано, интеграла от Х0Х1 от У квадрат минус 2 не зависит от времени. Если вот наш полином П на интервале не 0, мы получили закон сохранения энергии. Заметим, одно уравнение, но в частных производных. Мы уже имеем три закона сохранения. Оказалось, что уравнение КДВ, несмотря, как говорил Сергей Петрович, такое простое уравнение, имеет бесконечное число законов сохранения. Пусть УХТ решение уравнения КДВ. Заметим, мы не говорим, в каком классе мы решаем. Мы просто говорим, пусть функция УХТ двух переменных при подстановке в уравнении КДВ дает решение. Тогда Гарднер, Грин, Забуски, Крузкл, Миура показали. Пусть начальные условия, как говорится, задачи Каши, от УХТ при Т равном нулю дает нам гладкую функцию, которая стремится к нулю, когда мы по Х уходим на бесконечность. Тогда уравнение КДВ имеет бесконечный набор законов сохранения, таких, что локальные плотности имеют вид, где ПН полиномы от УХ и так далее. В их статьях и в последующих статьях других авторов даны алгоритмы вычисления полиномов ПН. Я специально привел примеры, как выводятся первые законы. Ну вот, с одной стороны, можно и дальше в качестве упражнения, например, получить четвертый закон, пятый. Но есть совершенно регулярные алгоритмы, которые позволяют получить нам эти законы сохранения. Но это оказалось не случайным. Наличие бесконечного числа законов сохранения имеет глубокую природу. явное решение уравнения КДВ можно получить при помощи формализма задачи рассеяния для уравнения Шредингера. Вот оно написано. Потенциал именно зависит от Икса. Владимир Евгеньевич Захаров и Людмитрий Фадеев показали, что в условиях вот этого пункта 1, видите, когда у нас на концах быстрого убывающего. Уравнение КДВ является вполне интегрируемой, бесконечно мерной гамильтоновой системой и указали соответствующие переменные действия угла. Каждый интеграл ИН задает так называемое высшее уравнение КДВ, которое записывается в виде Ус точка равняется КН от У, где КН полином от У и всех там производных, какие потребуются. А слева стоит производная от решения по некоторому времени. Таких времен вообще, говорят, бесконечно. Поэтому, когда мы говорим, что законы сохранения, это означает, что имеется, как говорят, скрытая симметрия по какому-то времени. Итак, Захаров и Фадеев рассмотрели случай, когда это с условием Замерфельда, когда наши начальные условия быстро убывают в оба конца на бесконечности. Сергей Петрович Новиков рассмотрел уравнение КДВ с периодическим начальным условием. Посмотрите. Это привело к открытию нового важного класса конечных, заметим, уже конечномерных гаметоновых систем с N степенями свободы и N интегралами в инволюции. И, Кримат Вячеславович, а то, что насчет шаббата там я пропустили, как-то оговорились. Шаббат... Нет, дело в том, что я, знаете, во многих задачах, когда говоришь Захаров, то он произносит шаббат, когда произносит шаббат, говоришь Захаров, потому что у них были совершенно замечательные вот как раз уравнения по интегрированию уравнения математической физики. Я это имел в виду. Но, так что я не оговорился. Кстати, что касается шаббата, то, конечно, речь идет про Алексея Борисовича, который, к сожалению, недавно от нас ушел. Алексей Борисович шаббат. Вот. Но, тем не менее, я хочу вернуться назад и сказать, что вот открытие, что КДВ является бесконечномерной гамильтоновой системой, это принадлежит Захарову и Фадееву. Так вот, возвращаемся к нольку. Было получено конечномерное семейство частных решений уравнения КДВ, зависящих от 3n плюс 1 параметров, среди них 2n фазовых, задающих начальные условия. Как потом выяснится, это у нас и будут задавать параметры кривых. Сергей Петрович показал, что такие решения уравнения КДВ задаются периодическими или квазипериодическими функциями УХ, для которых уравнение Шредингера, вот оно написано, имеет конечное число зон параметрического резонанса на стилямбе. Я хочу обратить внимание на то, что в скобках квазипериодическое. Дело в том, что когда вы имеете тор и вы из какой-то точки выпускаете вектор, он вам задает траекторию. Так вот, траектория может замкнуться. И тогда функция, которая у нас будет вдоль этой траектории, она будет периодическая. Но бывают очень важные случаи в физике, когда вы выпускаете векторное поле, у вас возникает траектория, которая обматывает всюду плотно, обматывает тор. Никогда не замыкается, но обматывает. Вот тогда возникает квазипериодическое решение. И это тоже содержательно с физической точки зрения. Итак, теперь будем с вами говорить о гиперелептических решениях уравнения КДВ. Для каждой не особой гиперелептической кривой рода G, видите, два G параметров, мы с вами в лекции 2 рассмотрели сигмофункцию, которая зависит от G-мерного аргумента, но по соображениям однородности удобно координаты нумеровать нечетными индексами. Это отдельный важный разговор. Z1, Z3, Z5, Z2, G-1. А параметры кривой четными лямбда 4 до 4G плюс 2. Так вот, следуя подходу буштабера Энольского-Лейкина, в лекции 2 мы ввели гиперелептические функции. Это так называемые, видите, вторые логаритмические производные, но обращаем внимание, всегда участвуют производные по первой. Она у нас выделена, выделена, а потом обязательно одна из нечетных. Показано, что для любого рода, если возьмете такую U и рассмотрите функцию P2, то есть ту, которая у вас DZ1 DZ1 дважды по Z1 мы получаем решение уравнения КДВ, а из вот того свойства мы сразу получаем, посмотрите, из свойства 1 на P2K, посмотрите, сразу записан закон сохранения без всяких, как говорится, сложных выводов, которые были раньше, но Z1 это как раз базовая переменная X, Z2K минус 1 при K равном 2 это T, а 5 и так далее будет вам давать сколько угодно число законов сохранения, если вы будете увеличивать род. Вот на это я обращаю внимание. Теперь следующий шаг. У нас имеется 2G параметров у гипералептической кривой. Естественно, рассмотреть кольцо полиномов от таких переменных, вести поле гипералептических функций с этими параметрами. И в этом поле у нас есть под кольцо порожденное P2, P2' ну и всеми возможными переменными. Как вот здесь написано, штрих означает дифференцирование по первой переменной. И вот наша теорема. для всех k начиная с единицы существуют полиномы зависящие от обратить внимание k переменных R2, R2' которые принадлежат нашему кольцу. Такие, что если взять 2 R2' k, то как раз и получится вот этот самый дифференциальный полином от P2. И вот вам пример. Тот пример, который у нас уже был в законе сохранения. Теперь мы можем уже заняться интерпретацией симметрии решения уравнения KDV. Рассмотрим гипераллиптические решения уравнения KDV. У XT это 2P2, когда G равняется 2, всего две перемены X и T. И вот те самые XT T5 до 2G минус 1, когда G больше 2. Говорят, что решение UXT с параметрами T5, T2, G минус 1 обладает катой симметрии, если существует такой полином Q2K, что дифференцирование функции U по 2K минус 1 времени дает нам закон сохранения D1 U2K. И с нашей теоремой мы получаем для любого рода G больше 2 гипераллиптические решения уравнения KDV обладают K-симметриями. Повторяю, прямо в этих же переменах. Теперь мы переходим дальше. G K больше G по определению. С одной стороны P2K должно быть вторая производная, где участвуют переменные Z2K минус 1. Но такой перемены у нас нет, потому что функция G переменных. Значит, это 0. Тем не менее, полиномы F2K, которые мы построили, нетривиальны и определены для всех K. В случае K равным G плюс 1 мы получаем дифференциальное уравнение. Вот оно написано. Которое называется G стационарным уравнением KDV. И вот вам примеры. G равно 1, 2. Обращаем внимание, что мы работаем в выборных переменных, получаем дифференциальное уравнение, а они оказываются содержательны с точки зрения физических моделей. G иерархии KDV. Функция UX, для которых уравнение Шредингера, вот оно написано, имеет конечное число зон параметрического резонанса на оси лямбда, называется G-зонными. Соответствующее решение уравнения KDV называется G-зонным. Сергей Петрович ввел G-иерархию KDV для G-зонных решений уравнения KDV как систему высших уравнений. Вот они написаны. Ус точка равняется Qn и так далее. Наша теорема G-иерархия KDV для G-бош эквивалентна нашей системе уравнений, которая решается в терминах наших гиперэллиптических абелевых функций. Извините, вы не просите потенциал быть периодическим или квазипериодическим? Отвечаю. Это зависит от того, какая у нас кривая. Обратите внимание, что все описывается в терминах наших функций потенциал потенциал. Это наша функция P2. Так? P2. Она зависит от Z1 ZG. А наша функция PFE является коин-вариантной относительно нашей группы. Поэтому во всех случаях жизни решения получаются квазипериодические. То есть, если вы будете двигаться вдоль обмотки, вы обмотаете. Но при соответствующем выборе кривой, заметим, все поля, все сдвиги полностью определяются параметрами лямбда кривой. Вы подберете такие параметры, что у вас потенциал будет периодический, а в общем случае будет квазипериодический. Но что важно, что важно, при нашем подходе вы можете кривую вырождать, то есть садиться, как говорят, на дискриминант. Тогда у вас уже будут и не периодические решения, но в таких условиях, когда у вас решение, скажем, быстро убывает на бесконечность. То есть то, что вы сказали, потенциал определяется нашей пи-функцией, которая ковариантна относительно группы сдвигов, которую я вам написал. Вот ответ на ваш вопрос. Понятно? Хорошо, спасибо. Так, фазовый портрет. Фазовым портретом динамической системы называется многообразие ее фазовых траекторий для всех некритических начальных данных. Так вот, я буду называть некритические начальные данные такие точки, с которыми мы по нашим полям можем уйти, если будем, как говорится, вне оставаться, но в критическое. Рассмотрим пространство C2G с координатами лямбда 4, 4G плюс 2. Ведем дискриминантное многообразие, введем открытое множество B, дополнение к дискриминантному. Внимание! Рассмотрим пространство C3G. но факторизованное как произведение трехмерных пространств. Это тоже то есть лямбда 4G вещественное у вас? Вот замечательный вопрос. Лямбда 4G мог быть вещественное, но иногда, если мы, понимаете, мы получаем решение. Решение это получается в абелевых функциях, а как вы знаете, абелевые функции являются мироморфными, у них имеются полюса и так далее. оказывается, мы можем выходить в плоскость комплексного перемена в многих переменах и двигаться так, чтобы обходить полюса. Мы будем получать тоже вещественные решения, но двигаться будем уже по комплексному пространству, чтобы обходить полюса. Это тоже очень важное наблюдение, с которым столкнулись специалисты, которые решают уравнение Ламе. Вот когда классическое уравнение Ламе вы решаете, где потенциал эллиптической пифункции, как же так? Это же комплексные переменные, а вам надо иметь не особое решение. Очень просто, вот Сергей Петрович показал, как можно, выходя плоскость комплексного переменного, получать уже аналитические решения без особенностей. Уравнение Ламе или систему Ламе? Уравнение Ламе? Нет, секундочку, я сказал про эллиптическую, когда там уравнение Ламе, а вот здесь у нас получается система Ламе, конечно. Ответ на вопрос такой, лямбды можно брать и вещественные, и комплексные. Это в зависимости от задачи. Главное, например, получить вещественные решения и так далее. Рассмотрим теперь пространство С3Ж, повторяю, факторизованное на произведение С3. Тогда нам удобно координаты, нам удобно точки в пространстве С3Ж записывать как точки, у которых G трехмерных векторов, например, Х2К, это Х2К0, Х2К1, Х2К2. построим фазовый портрет КДВ как общий фазовый портрет совместных интегрируемых динамических систем на С3Ж, совокупность которых эквивалентна G-иерархии КДВ. То есть, мы сейчас от дифференциальных уравнений перейдем к эквивалентным к ним динамическим системам, которые тоже имеют содержательный физический смысл. Итак, теорема. Существует полиномиальное отображение из С3Ж в С2Ж. Множество регулярных значений, которого совпадает с многообразием В. То есть, если вы берете некритическую точку, вы всегда попадете в наше многообразие В. Существуют коммутирующие полиномиальные векторные поля L1, L2Ж-1 и так далее на С3Ж наверху. Существуют полиномы P2K-1 такие, что если вы рассмотрите динамическую систему, смотрите, слева стоит дифференцирование по времени 2K-1, а справа стоит дифференциальное выражение от X, то эти системы совместные имеют общий набор из 2G-интегралов. Вот мы потом с вами хорошие примеры посмотрим. Итак, сигма-дивизором кривой В-лямда называется такое многообразие точек, на которых заметим, точки бегают по икобиану, что наша сигма-функция обращается в ноль. То есть такие лямбда, такие лямбда, что сигма-зет-лямбда обращается в ноль для всех z, они образуют, это будет на сигма-дивизор в икобиане вот с таким свойством. Итак, сигма-дивизор это подножие икобиане. Тогда мы можем взять дополнение, видите, джак с крышечкой. Это дополнение к сигма-дивизору. Тогда мы можем решить вот ту задачу, о которой я уже говорил, то, что называется униформизация икобианов. Это ту задачу, которую ставил и Кляйн, и Пуанкаре. Но в гипералектическом случае, к счастью, она решается вот таким красивым образом. Берем точку на икобиане, лежащую вне икобиана, посчитаем значение π2k, π2k' π2k' 2' и получим вложение вот этого самого джак с крышечкой для любого лямбда. Это и называют, это аналог теоремы Вейрстрасса об униформизации эллиптической кривой при помощи π-функции. Вот здесь мы сделали то же самое для любого рода гиперэллиптической кривой. Итак, внимание, отображение H из C3G в C2G однозначно определяется таким условием. Берете точку Z на икобиане, применяете нашу униформизацию, попадаете в пространство C3G, проектируете и должны получить параметры кривой. И оказывается это условие однозначно определяет вот это отображение. Векторные поля лямбда 1 такие однозначно определяются таким условием. У вас берется дифференцирование по каноническим переменам и вы двигаетесь по икобиану. Но при помощи X и лямбда вы можете вложиться в наш C3G. Это оказывается вот как однозначно определяются времена лямбда 2К-1. Точка X C3G называется регулярной если ее проекция в C2G лежит в B. Теорема пусть X из C3G регулярная точка а лямбда образ тогда X равное X и лямбда U для некоторого U попадает сюда. То есть это как раз полная связь с начальными данными. Вот давайте рассмотрим первый пример эллиптической кривой. Оно полностью демонстрирует наше решение этой задачи. Вот давайте берем эллиптическую кривую но уже это та же самая модель Вейнстрасса просто я по-другому обозначаю параметры ну чтобы было понятно как получится в более старших родах. Так из общей теоремы в алгебраических соотношениях между производными функций логарифм сиг мы получаем я вам это показывал в первой лекции вторая производная это вот это просто сразу получается и тогда получается уравнение унифорнизации это теорема Вейнстрасса чтобы получить x и y посчитайте значение π вне сигма дивизора тогда получаем что отображение из c3 в c2 дает нам функцию h которая точку x отображает в точке лямбда 4 и лямбда 6 вот по таким формулам а что же получается мы получаем динамическую систему смотрите производная по первому времени просто сдвигает номер так видите зато по второму вот когда вы берете первое время у переменной x22 то есть это замкнутая система вот получается что мы получили динамическую систему которая интегрируется в наших пи-функциях я хочу обратить внимание что вот эта система очень популярна и вот скажем в книге Арнольда задача классической механики она как используется как первый пример вот такого движения на плоскости которые униформизируются эллиптическими функциями а вот посмотрим что возникает в случае c6 теперь у нас уже нетривиально то есть нетривиально в том смысле что это не было уже у Вейштрасса и Кляйна у вас есть имеется смотрите 4 параметра пространство c6 тогда используя соотношения которых я вам говорил в лекции 2 потом полный список 4 5 все больше не надо соотношений все соотношения между абелевым функциями на кривой рода 2 полностью укладывается вот сюда и здесь мы видим такие замечательные уравнения которые как раз и говорят о свойствах гигабианов перепишем уравнение которых я вот говорил 4 6 в таком виде посмотрите зафиксируем гиперелептическую функцию п2 и мы видим что функция у равная 2 п2 удовлетворяет два иерархии картевега дефриза такого вида смотрите d3 от у то есть у с точкой равняется d1 от фи 4 а d5 от у нет 5 переменной значит 0 а это равняется d1 от фи 6 где фи 6 все то есть мы получаем интегрирование два иерархии Сергея Петровича Новикова но в гиперелептических функциях на гигабиане кривой рода 2 теперь посмотрим какие же динамические системы здесь возникают у нас будут теперь две динамические системы потому что у нас два времени l1 и l3 оператор l1 вот видите он задает такую симпатичную динамическую систему вот она доказательства этой теоремы и теорема на следующем слайде вытекает из приведенных выше соотношений между гиперелептическими функциями рода 2 повторяю из общей теории мы получили соотношение а в качестве приложения получаем вот динамические системы это первая система а вот вторая система посмотрите так вот для того чтобы сформулировать следующую теорему мне достаточно добавить те соотношения которые не вытекают из условия того из важного условия что наши операторы l1 и l3 комбутируют поэтому если мы напишем только вот такие соотношения то используя описанную систему для l1 мы получим полное посмотрите я специально написал x с точкой 4 1 это что такое это нам взять x с точкой 4 0 который вот написан а потом применить штрих и воспользоваться формулой что это то же самое что продифференцировать два раза так и теперь оказывается что из себя представляет параметры кривой параметры кривой это не что иное как общие интегралы совместных динамических систем на c6 вот они то есть если раньше мы с вами получали соотношение между абелевыми функциями то теперь мы как бы решаем обратную задачу мы из этих соотношений находим лямбда 4 лямбда 6 лямбда 8 лямбда 10 мы знаем что кривая у нас одна и та же при движении по якобиану то есть лямбда 4 лямбда 6 являются интегралами обратите внимание какие то есть мы с вами получили две динамические системы у которых полиномиальные полиномиальные интегралы это как раз как раз то что связано с 16 проблемой Гильберта о построении динамических систем у которых полиномиальные интегралы вот эта система пикер матвеич можно вопрос пожалуйста вот как раз хотел спросить только вы сказали вот мы до сих пор там не расхлебались проблемы Гильберта там сколько их проблем было не помню это входит это задача вашей или это что-то новое совершенно новое да конечно спасибо за вопрос потому что ну я здесь работаю у меня много учеников моих соавторов но к сожалению у нас честно признаюсь не дошли руки посмотреть на это именно с точки зрения 16 проблемы Гильберта потому что она как раз напрямую имеет дело с динамическими системами у которых полиномиальные когда однородные но изучать вот именно поведение траектории критических точек так как овалов о том как ставил задачу Гильберт я не занимался повторяю это вопрос который ждет еще то есть скажем так для меня эти вопросы связаны но не я не мои ученики и мои соавторы пока этим не занимались хотя как вы видите вот они динамические системы у вас правая часть полиномиальная поэтому конечно надо подойти к этим динамическим системам с точки зрения проблемы Гильберта спасибо так теперь дальше многообразие сим-кв это как раз вот еще одна моя любовь этим я сейчас много занимаюсь и вот мы сейчас пишем большой обзор в успехе вот а свойства к этих замечательных многообразиям причем этот у меня значит с одной стороны мой ученик который у меня занимается теорией этих гладких комплексных многообразий а с другой стороны Александр Михайлов которым мы как раз занимаемся гамильтоновыми интегрируемыми системами так что это будет обзор такой синтетический рассмотрим я особую кривую В рода Ж обозначим через сим КВ обратите внимание пространство полученной факторизации прямого произведения К со множителей ВВВ по действию группы СК перестановок со множителей все просто пространство сим КВ является компактным гладким комплексным многообразием которое называется Катой симметрической степени кривой и вот здесь я вот знаю что мои слушатели они специализируются в разных областях я обращаю внимание вот на какой принципиальный вопрос тот факт что мы получаем гладкое комплексное многообразие это специфика того что не особая кривая В любого рода дает нам одномерное комплексное многообразие поэтому факторизация В кросс В дает нам гладкое комплексное вопрос о том что если скажем В у нас двумерное алгебраическое многообразие там трехмерное вы тоже можете построить К то есть симметрическую степень но это уже будет многообразие с особенностью и там для изучения их ну скажем вот на западе особенно широко применяется схема Гильберта и так далее но это отдельная тема но так как мы занимаемся повторяя интервью системами мы рассматриваем одномерные комплексные многообразие и поэтому мы получаем гладкие комплексные многообразие обращаю на это внимание вообще изучать симметрические степени гладких комплексных многообразий это совершенно увлекательная и очень перспективная тема классическая теорема обратите внимание дело в том что фундаментальная группа римных партнерстей она хорошо известна она конечно не коммутативная фактор по коммутанту это будет одномерная группа так вот оказывается для к больше единицы фундаментальная группа к симметрической степени вот и получается как фактор по коммутанту это одномерная группа гомологий нашего исходной алгебраической кривой и она же равняется внимание одномерной группе гомологий декабиана вот эта классическая теорема очень важна в приложениях то есть означает что вы это тор не мерный два мерный нет правильно вы говорите якобиан одномерный якобиан два мерный тор да а вот секундочку вот хороший вопрос дело в том что вы как раз в этом обзоре в успехах мы покажем что многообразие сим к в так оно как алгебраическое многообразие бирациональный эквивалент на тору но топология его намного более сложная это далеко не тор например вы знаете что на любом торе существуют векторные поля без особенностей а на 7к в когда род у нас больше единицы естественно таких полей вообще нет там нетривиальная эллирова характеристика в общем короче говоря я не зря обращаю ваше внимание для тех кто скажем интересуется приложениями алгебраической топологии на такой замечательный класс многообразия как 7кv так двигаемся дальше выберем базис голоморфных дифференциалов d1 dg на не особой кривой рода g это мы много раз делали выберем точку q и для и для каждого к начиная с единицы мы получим отображение абеля якобия ну конечно посмотрите у вас есть к точек у вас есть g голоморфных дифференциалов вы берете интегралы от фиксированной точки до точки поитая вдоль голоморфного дифференциала ну и усредняете по всем точкам так как у вас дифференциалов g у вас получается g-мерный вектор церема абель и якобия для любого k больше на единице отображение g-k является голоморфным значит одно комплексное многообразие отображается в другое голоморфное более того отображение когда у нас k равняется g обратите внимание является отображением на в якобиане имеется такое аналитическое подможество d комплексный размер из которого не превосходит g-2 и оно определяется в терминах нулей тета функции или как нашей сигма функции что то же самое что если взять дополнение к этому d то наше отображение является взаимно однозначным это как раз и то что я сказал до того что отображение абеля якоби когда k равняется g является b голоморфным бирационально голоморфным конечно в том плане что для того чтобы получить обратное нам надо выкинуть особенности это отдельная тема тоже интересная а вот теперь посмотрим что получается в случае гиперлептических кривых вот она кривая про которую я вам показывал в этом случае голоморфные дифференциалы записывают можно выбрать по-разному выбирать но давайте выберем стандартно вот она стандартный базис голоморфных дифференциалов зафиксируем точку тогда мы отображение абеля якоби получим вот в таком виде где у нас уже голоморфные дифференциалы вот они в явном виде и вот опять-таки обращаем внимание тем кто ну кому эта тема покажется родной что в случае гиперлептическом мы можем продвинуться так же далеко как продвинулись в эллиптическом что я показывал в первом в первой лекции а именно ведем полиномы посмотрите теперь они зависят от точки х и точки з хоть какой полином коэффициенты у него наши с вами гиперлептические функции после этого ведем полином пи штрих который просто получается из ро от з если вы продифференцируете по х ну и поставите минус конечно тогда у вас получится то что вы видите оказалось что в этом случае классическое отображение обратное отображение Абеля и Коби записывается предельно эффективно а именно обозначим через фи в лямбда в лямбда значит вот такое отображение это так называемая гиперлептическая инволюция всегда на гиперлептической кривой если есть точка x y то обязательно конечно есть точка x минус y теперь пусть пи это такая точка на симметрической степени что во первых там все точки разные же точек из которых все разные причем не попадается парочка где одна является образом гиперлептической инволюции другой церема Виктор Матвеевич да простите пожалуйста по поводу предыдущего слайда можно вопрос да конечно я не очень понял там на y деление это голоморфные или мераморфные как вы сказали еще раз голоморфные или мераморфные дифференциалы значит мы рассматриваем так называемые голоморфные дифференциалы их ровно же штук вот они написаны это голоморфные дифференциалы видите да спасибо вот я повторяю для отображения абеля и якобы используется только голоморфные дифференциалы так вот теорема для данной точки на якобиане если мы рассмотрим уравнение ж г от пи равняется з где ж г это абеля и якобы так вот это уравнение разрешимо тогда и только тогда и дает нам набор х1 х точек когда эти точки являются корнями уравнения а и грекаты вычисляются вот по той формуле вот вам явный ответ у вас посмотрите у вас есть точка z вы посчитаете коэффициенты приравняете нулю найдете корни найдете корни подставьте сюда найдете игреки то есть обращение отображения абеля и якобы очень давайте на примерчики посмотрим берем точку z в эллиптическом случае так и решаем уравнение когда у нас решение ответ теорема верь штрасса возьмите для точки z значение p от z получите x возьмите p штрих от z получите y а вот уже при случае же равно 2 ответ интересный потому что у вас пара точек определена точно до перестановки видите почему потому что когда вы решаете квадратные уравнения вы не можете сказать какой корень первый тем не менее вы можете найти эти точки с точки до перестановки найти y и получите точку на симметрическом квадрате то же самое вы можете делать это вот такой способ который позволяет нам теперь помните классическая задача как научиться решать уравнение н то есть алгебраической н то степени как найти корни известна теорема Абеля что это неразрешимо в элемент ну неразрешимо так называемых в радикалах ответ в гиперэллиптических функциях конечно разрешимо любое уравнение алгебраической любой н то степени мы можем явно разрешить но для этого надо от корней перейти к функциям гиперэллиптическим и все то есть на это обращаю ваше внимание что проблема решения уравнений алгебраической уравнений степени она разрешима только надо от элементарных от радикалов перейти к пи-функциям все теперь у меня остается еще немножко времени у меня есть минут 15 правильно Альсен совсем другому к системам гидродинамического типа и увидим что при правильной замене переменных они так же как и алгебраические уравнения решаются в гиперэллиптических функциях а именно вот посмотрите берем любое н берем точку у возьмем матрицу н на н так вот квазилинейная система первого порядка вот такая ут плюс ау ух называется системой гидродинамического типа это широко известный класс уравнений и Ольга Арсеньевна этим много занималась народом такие системы возникают в задачах газовой динамики теории многослойной воды уравнения бенни методе усреднения уизма так называемые уравнения медленной модуляции параметров во многих других физических приложениях при замене переменных когда вы от переменных у переходите к перенам дубль матрица ау преобразуется как один один тенсор поэтому вводится понятие инвариантами Риммана для системы 12 называются такие координаты в пространстве цен что ау диагональная матрица при всех у то есть одна из задач вот за счет замен переменных привести матрицу ау к диагональному виду как говорят специалисты найти инварианты Риммана системы гидродинамического типа я хочу сказать сразу что Сергей Петрович и потом Дубровин они как раз и привлекли внимание специалистов по уравнениям гидродинамического типа к кабелевым функциям что оказывается можно решать их если использовать теорию абелевых функций ну а я вам буду показывать как это делать используя гипереллиптические сигма функции но для начала насмотрим абсолютно классическую систему это так называемая система уравнений газа Чеплыгина она написана вот посмотрите ут плюс вот как написано так как газ Чеплыгина но мы ее можем с вами переписать вот в таком виде вот как написано видите как в виде закона сохранения это сразу нас наводит на мысль что вот такая вот смотрите вот записана система уравнения газа Чеплыгина А оказывается, ее можно переписать вот в таком виде законосохранения. Так, эту систему можно переписать в римлянных координатах. u маленькая, v маленькая. И тогда она запишется в таком простом виде. ut, v, ux и vt, ux. Вот такая замена переменных. А теперь внимание. В случае, когда вы сяете на диагональ, то есть v равняется u, получится уравнение Эбергарда Хопфа. ut равняется ux. Помните, я вам обещал, когда говорил про трафик джем на хайваях? Вот оно. Это простейшее уравнение, описывающее разрывные течения. Или течение с ударными волнами. В частности, повторяю, оно описывает движение автомобилей на хайвее. Когда у вас они несутся, несутся, потом раз, пробка, потом опять несутся. Вот это описывается именно этим уравнением. Смотри, что он нарушается как-то введение явной функции, по-моему. Не слышу, что вы хотите? Уравнения злащих ажеления нарушаются в виде неявной функции, по-моему. Как бы сказать? Я не слышу, повторите еще раз. Решение считается в виде неявной функции, если начальной функцией. Конечно, конечно. Вот я еще раз повторяю. Вот это уравнение можно решить, но для нас с вами принципиально важно, что это уравнение, которое моделирует течение с ударными волнами. Дело в том, что Эбергард Хобб в 30-х годах, когда это открыл, это считается, что это начало такой современной гидродинамики. Хотя, конечно, оно решается легко, вы же видите. А для физиков неважно, сложно или легко. Главное, чтобы это можно было использовать в качестве модели реальных процессов. Да нет, там дальше ведь пошло, по-моему, добавили эпсилон У от ХХ, получилось уравнение Бюргерсов. Нет, то, что вы говорите, это тоже правильно. Допустимые разрывные волны, да. Да, 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 это целая наука. Давайте вернемся к этому делу. Дело в том, что когда спрашивают, а почему же мы не так часто, вот на хайвее мы видим пробки, а почему так не так часто видим разрывные течения? Да потому что возникают диссипации. Вы можете добавить, скажем, эпсилон и У от ХХ. Получите уравнение Бюргерса, у которого уже нет разрыва, если у вас правильно подобра диссипация. Можете добавить Мю и Ух с тремя производными, то вы получите карты Вега де Фриза. Но повторяю, вначале лежит уравнение Хопфа, а потом за счет добавок, которые линейно зависят, здесь вот нелинейность У и Х, правильно? А если вы будете добавлять диссипацию, то есть добавки линейно зависящие от У, вы можете обойти эти разрывы. Итак, система гидродинамического типа на ко-касательных пространствах. Рассмотрим пространство ЦН с координатами Х1 и ХН. Виктор Матвеевич, разрывы тостанцев, но они будут просто допустимыми, как называются сейчас. Как вы сказали? Разрывы тостанцев, но они будут считаться допустимыми. Ну, может, это тоже устранимые, допустимые. Все правильно, все правильно. Рассмотрим пространство ЦН с координатами Х1 и ХН. Ведем специальную систему диагонального типа, то есть в римлянных координатах. Посмотрите, какая она специальная, что у нас это матрица АВО диагональная, а по диагонали стоит ни много ни мало, как частная производная от элементарной симметрической функции от координат. Оказывается. Здесь уже мы переходим к гамильтоновой механике. А как вы знаете, в гамильтоновой механике, когда вы рассматриваете фазовое пространство, там одновременно участвует и ко-касательное пространство. Так вот, рассмотрим ко-касательное расслоение. С координатами У1 и УН в кокасательном пространстве к точке Х1 и ХН. Если возьмете, повторяю, вот книгу. Ну, для начала можно взять книгу Владимира Ильича Арнольда «Математические методы классической механики». Там есть глава, так называемая, гамильтоновой механика. А для начала я советую взять книгу Ландау-Лившица «Механика». Там уже возникают и канонические преобразования, и вот это гамильтоньяно, о которых сейчас будем говорить. Итак, вот у нас на этом пространстве есть каноническая скобка Пуассона. Вот она написана. Тогда что мы сделаем? Имея систему 14, которую я вот вам только что ввел, вот она, 14, видите? Имея кокасательное пространство в точке, мы можем дополнить ее условиями на Y. Вот они дополнены. Обратите внимание, в случае n равно 2 получится вот такая несложная система, но она уже при этих условиях моделирует газ-щеплыгины. То есть она развивает газ-щеплыгины и показывает, что газ-щеплыгины – это частный случай, когда мы садимся вот на такую прямую, когда U минус X1, а V минус X2. То есть это более общая система, но она, естественно, интересная. Дальше. Сейчас мне потребуется несколько фактов из теории элементарных функций, из теории представлений, из теории симметрических функций. Это тоже моя любимая тема. Рассмотрим в пространстве Cn с координатами X1, Xn. Вот такое отображение. Посмотрите. Мы точки с координатами X1, Xn сопоставляем 1 на n наполином Ньютона. Будем называть это преобразование Вандермонда. Почему? Да потому что дифференциал отображения new в точке X задается транспонированной матрицей Вандермонда, у которой мы с вами в точности знаем детерминант. Тогда, опять-таки, я ссылаюсь на Ландау Лившица, а потом на Арнольда. Давайте воспользуемся замечательным понятием канонические преобразования гамильтоновой механики. Преобразование Вандермонда, mu, оказывается, зовет нам преобразование ко касательного пространства Cs'a'n для любого n. Какое? Оно дает нам каноническое, рациональное преобразование перехода от координат XY к координатам QP. Обратите внимание, что у нас Q – это как раз те самые полиномы Ньютона, а Y обращается так по законам канонического преобразования. Ну, вот здесь записан явный вид. Посмотрите, Q равняется лямбда ВТ, где это диагонально, то есть это полиномы Ньютона. Обратите внимание на это преобразование. Чтобы получить Y, можно получить VP, но нас же интересует переход от X в Y к P. Надо матрицу V обратить. Возникнут так называемые особенности, потому что придется учитывать, что у обратной матрицы, как говорится, детерминат равен обратным детерминатам Вандермонда. Тем не менее, это замена переменных. А в заменах переменных можно воспользоваться свойствами тензоров и посмотреть, какая система гидродинамического типа получится. И оказывается, что у нас получится вот такой переход. И что замечательно, вот этот факт совершенно замечательный и, в общем, новый, потому что он опубликован недавно в наших работах с Михайловым, что несмотря на то, что при преобразовании Вандермонда у нас возникают рациональные функции, так, при этом преобразовании в координатах Q и P, сейчас я вам покажу, у нас возникают полиномиальные системы. Вот они. Вот они. Посмотрите. Это тоже замечательная вещь, которая объяснила нам многие вещи. А именно, рассмотрим вектор F, у которого вот с такими координатами. И возьмем и подействуем на обратную матрицу Вандермонда. Тогда, так как это каноническое преобразование, то скобка Пуассона сохраняется. Более того, каждая рациональная функция, H, K, как я вам говорил, раз у нас там W, это же имеет рациональную функцию, задает интегрируемую гамильтоновую систему типа Штекеля. А посмотрите, Штекель, это же 19 век. У него так работа и называлась, предложение гамильтоновой механики для интегрирования систем. Так вот, все гамильтоновые системы у нас совместны. И мы получаем вот утверждение, как можно интегрировать эту систему. А вот замечательная вещь. Наше преобразование разлагается в композицию, когда С2Н проектируется на энтосимметрическую степень. И это, конечно, является разветвленным накрытием и биррационального изоморфизма, который задало наше преобразование Вандермонда. Следствие, если взять вот это, ну, как обычно, когда у вас функция идет в эту сторону, полиномы в обратную, ФИС со звездочкой КУПЕ аж однозначно определяет вот такую вектор функцию. И у нас получается, внимание, вот она, я говорил, недавний результат теоремы Буштабера-Михайлова 2018 года. Компоненты вот этих функций. Видите? У нас были рациональные функции H от XY. Но оказывается, они-то, конечно, но в биррациональном отображении они являются образами полиномов. Вот видите? Причем не просто полиномов, а коммутирующих полиномов. Мы опять возвращаемся к проблеме Гельберта. Следствие, в пространстве С2Н определены Н коммутирующих, повторяю, полиномиальных гамильтоновых систем с гамильтонианами. Если вы знаете гамильтонианы, то написать динамическую систему, как вы знаете, уже ничего не представляет труда. Вот теорема Буштабера-Михайлова 2018 года. Каноническое преобразование ФИ, переводят семейство диагональных систем гидродинамического типа в семейство систем гидродинамического типа вот такого уже вида. Смотрите, где АК – это полиномиальные в переменных Ку матрицы, однозначно задаваемые вот тем самым условием. Ну и да, я буквально скажу два слова, обращаю ваше внимание. Дело в том, что когда были найдены Борисом Дубровиным, координаты Дубровина, интегрируемость там систем, но именно в рациональных функциях, то было непонятно. Оказалось, что вот надо применить преобразование Вандермонда, и вы получите замечательные полиномиальные системы, которые интегрируются так, как надо. Вот вам пример. Это, по-видимому, будет последний пример. Что вот у нас, смотрите, вы берете вот такой полином, который дает рода 2, он моментально по нашей технике выдает коммутирующие гамильтонианы. Вот они написаны. Видите? И у нас получается вот такая полиномиальная динамическая система. Последний слайд. Иерархия Кардовека де Фриза. Нетрудно проверить, что функция У равная 2К1. Вот видите, как она. 2К1, помните? Это первый полином Ньютона. Ультверяет уравнение КДВ. А вот то самое уравнение, которое вот оно у нас получается, следует из стационарного уравнения Кардовека де Фриза. Из динамической системы сразу получаем, что П1 равняется так, это так. В случае не особо гиперлептической кривой рода 2 получаем, что К1 это не что иное, как наша гиперлептическая базисная фифункция, которая все порождает. И вот то, что я вам цитировал. Значит, Захаров Фадеев от уравнения Кардовека де Фриза вполне интегрируемая гамильтонова система, где они рассмотрели быстро убывающие на бесконечности. Вот та самая работа Новику, про которую мы уже говорили. Периодическая задача для Кардовека де Фриза, где периодически были. Очень советую посмотреть вот эту книгу «Нелинейные волны» сборных статей известных физиков Львовича и Сибаса, где приводится массу-массу реальных задач, которые решаются. Вот эта книга Переломова «Интегрируемые системы классической механики и алгебры Ли», где как раз обсуждаются системы Штекеля. Вот, значит, моя работа в трудах МИАН «Полиномиально-динамические системы уровня Кардовека де Фриза». И вот работа с Михайлом, которую я цитировал. Спасибо за внимание. Коллеги, давайте поблагодарим Виктора Матвеевича за цикл замечательных лекций, которые основаны на глубокой теории одним из создателей, которой он является. Так, коллеги, давайте вопросы к Виктору Матвеевичу, пожалуйста, по последней лекции, по всем лекциям. Профессор Алхутов. Можно, Саша? Да, профессор Алхутов из Владимирского университета. Замечательно. Слушаю вас. Виктор Матвеевич, я сам представитель школы Петровского. Да. Мне было интересно услышать ваш взгляд на уравнение с другой точки зрения. Ну, это... В учебниках там Арнольд там писал... Ну, не знаю, вот у него учебник был, конечно, хороший. Но он сильно отличается от учебника в учебниках. Как вы заявили от Петровского. Да. И... Разные подходы и разные взгляды. Я сейчас с удовольствием послушал ваш взгляд на уравнение. Вот то, что вы о них рассказывали. А вообще, кто... Откуда это все идет? От Планкары, может быть, или откуда? Вот такой вот подход вообще к этим уравнениям. Вот такой взгляд вообще, точка зрения на уравнение. Спасибо. Сейчас я вам расскажу очень хороший вопрос. Значит, я вам очень советую... Я вам сейчас не могу точно указать ссылку, потому что сам-то я это узнал, когда занимался теорией уравнения Пен-Леве. Вы слышали про проблему Пен-Леве? Так вот, там цитируется Планкаре. Планкаре, когда смотрел работы Фукса по уравнениям первого порядка, он обратил внимание, что уравнения с точки зрения математики могут быть разные, их можно изучать с разных точек зрения. А дальше Панкаре пишет, что с точки зрения физики мне интересны такие уравнения, решения которых однозначны. То есть, у Панкаре не было тогда примеров интересных физических задач, где бы возникали многозначные функционалы. Поэтому, говорит, меня интересуют такие уравнения, у которых решения являются однозначными функциями. Поэтому, дальше Панкаре ставит проблему. Давайте изучать не решения уравнений, а классы функций. А именно, давайте мы рассмотрим фундаментальные дифференциальные уравнения, про которые мы можем строго доказать, что их решения однозначны. Может быть, не во всей плоскости комплексного переменного, а в каких-то областях, но совершенно однозначны. Дальше. Эти уравнения должны обладать таким свойством, что там решения не только однозначны, но еще мы можем, изучая эти уравнения описать качественные свойства функции. Тогда давайте брать эти уравнения как определение функции. То есть, мы, скажем, ведем спецфункции, которые по определению являются решениями данного класса уравнений. но мы, зная эти уравнения, можем доказать, что функции существуют, они единственные, что эти функции обладают такими-то качествами. Вот я же с чего начал первую лекцию? Помните? Я начал именно с Вейштрасса. Вейштрасса, да, с Вейштрасса, правильно. Понимаете? То есть, я считаю, что по большому счету, понимаете, вот Понкаре синтезировал вот в 19 веке проблему функции, она считалась одна из центральных. Так вот, он синтезировал идеи, которые носились в таком виде, что будем изучать специальные функции, которые порождаются уравнениями. После этого есть надежда, что мы можем при помощи этих специальных функций решать уравнения. Как это? Я считаю, как будто ждали мои вопросы, вы читаете. Я так смотрю, красиво читаете. Как вы говорите? Вы как будто ждали мои вопросы, и прям ответ вы цитируете уже Понкаре. Я не знал, что вы... Да, 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 да. Вот я хочу сказать, что вот я отвечаю на ваш вопрос так. По-видимому, такие... Все-таки Понкаре, понимаете, здесь надо отдать должное, конечно же, во-первых, и очень много сделал Яковье, очень много сделал Яковье, конечно, Кляйн, конечно, в Генриве, но Понкаре смог это все синтезировать вот таким образом. Кстати, если хотите, вот такой маленький исторический курьез. Когда я вот, когда удалось построить теорию гипералтических функций, я, конечно, об этом рассказывал, и в частности, у меня был доклад на Московском математическом обществе. Я никогда не забуду реакцию Дмитрия Викторовича Аносова. Он так громко воскликнул. Так что ж выходит, что Кляйн победил Понкаре? А что он имел в виду? Дело в том, что проблема униформизации, конечно, она восходит в Понкаре. Но Понкаре ставил именно как бы общий вопрос, исходя из униформизации, римоновых поверхностей, их там симметрических степеней. А Кляйн как раз поставил задачу о построении аналогов эллиптических функций Вейштрасса. И вот эту проблему как раз, когда я нам рассказывал, что оказывается проблема Кляйна решается. Мы можем предъявить спецфункции, которые полностью определяются своими тем, что они являются решением совместной системы уравнений, что все их свойства уже зашиты в этой системе. А то, что эта система оказалась системой уравнения Шредингера, ну, так по виду жизнь устроена, что математику от физики трудно отличить. Вот ответ. Спасибо, спасибо. Так, коллеги, какие еще вопросы есть? Виктор Матвеевич, можно вернуться к началу второй лекции? Это профессор Маламут, Марк Михайлович. Очень хорошо. Значит, куда мне пойти? Ну, вот в начало второй лекции, где, так сказать, вот эта функция и вводится матрица Риммана. Вы там пишите, что матрица Риммана является, ну, как мы по-ученому, йод-унитарной, да? Да, да, да. То есть, W на Y, на W со звездочкой, она же вещественная там, поэтому там транспонированная равняется Y. Да, да. Вот смотрите, в чем вопрос? Вот если вы берете одно переменное, да, то в случае одного переменного, вот автоморфизма, скажем, ну, круга или там верхней плоскости, полуплоскости, значит, они задаются как раз вот такими симпликтическими матрицами. Это правильно. Да, причем Y зависит от того, круг или плоскость, значит, разный Y. А вот здесь, ну, скажем, уже для двух переменных, есть такая вещь, ну, там же тоже есть области в верхнем полупространстве, там, и так далее. Вот есть эта связь, так сказать, есть, есть такая связь, есть. Конечно, вот я еще раз хочу сказать, что вот тета-функции двух переменных и там многих, сейчас это очень хорошо изучено, есть получены все аналоги тех теорем, про которые вы говорите, но я все-таки хочу еще раз подчеркнуть, вот потому что меня все время спрашивают, и, кстати, вот зачем это, какое соотношение между сигмой и тета. Я вам, смотрите, для того, чтобы записать тета-функцию, вы должны выбрать матрицу омега. Вы согласны? Да. Вот. После этого вы будете смотреть, а что происходит, когда вы начинаете, ну, что омега, она вам задает базис решетки, ничего другого, правда? Да. То, что вы говорите, что происходит, когда базис решетки меняется, и она меняется, и так далее. А что это означает? Это означает, что эта тета-функция живет на Торе. Она не чувствует, это произошло с Якобиана, то есть с какой-то кривой, либо она просто вышла из общей риммоновой матрицы. То есть сигма-функции как раз, они как раз были возникли для того, чтобы можно было вести в эту науку, вот, внимание, зависимость от начальных данных. То, что эта функция не позволяла делать. Вот сейчас я вам, это может быть вам интересно, сейчас я сформулирую задачу. Вот у вас есть, например, то же самое уравнение Картевега-де-Фриза, даже систему уравнений. Так? Да. Имея эти операторы, у вас возникает поток. Поток Картевега-де-Фриза. Но чтобы задать поток, надо задать начальные данные. Правда же? Да. Теперь дальше. А что такое начальные данные? С точки зрения теории сигма-функции, я вам объяснял, это очень просто. Надо взять, спроектировать на пространство параметров лямбда, и будете знать начальные данные. Тогда вы можете ответить на такой вопрос, а как решение будет зависеть от того, что вы точку пошевелили, от вариаций начальных данных? Вот. Для этого мне и потребовалось сигма-функции и так далее. Или еще вопрос. Там, это, кроме начальных данных, там у вас есть параметры и так далее. Но если вы решаете задачу в тето-функциях, то там возникают совершенно замечательные вещи, связанные, ну, вот именно с зависимостью от базиса. Вот для того, чтобы включать зависимость от базиса, конечно, надо использовать тето-функции. И есть ряд фундаментальных задач математической физики, где как раз без тето-функции не обойдешься. В связи с этим я хочу сказать две вещи. Первое. Вот недавно Американское математическое общество опубликовало два тома, посвященные, ну, это юбилей. Дело в том, что такая есть Эмма Привиата, может, вы слышали, это известный матфизик, ученица Мамфорда, ей сполнился 65 лет, и вот в честь нее издали два тома. И это Лондонское математическое общество издало два тома. В одном из этих томов, во втором, есть большая статья. Значит, автор Буштабер и Нольский Лейкин называется «Сигма-функции старые проблемы, новые результаты» и так далее. И вот там как раз из двух частей. Значит, первая часть, которую писал Витя и Нольский, к сожалению, вот он недавно вот умер, Витя и Нольский, он описал именно связь, что это, как задачи, которые решались в стетофункциях, можно синтезировать при помощи. И вторая часть вот моя. А вот совсем недавно, в связи с тем, что Витя и Нольский умер, Американское математическое общество решило отметить его. И есть такой очень уважаемый журнал, называется «Нотис оф ЭМС». Вы знаете, заметка американского математического «Нотис оф ЭМС». Можете посмотреть, только что там вышла большая статья под редакцией Эммы как раз привята. Среди авторов, значит, вот я, который написал о вкладе Виктора Инольского в теорию гиперэллиптических функций, там среди авторов много физиков, много матфизиков, вычислителей, которые как раз и показывали вот с разных сторон, как вот эта теория работает. Но вот это было посвящено памяти вот безвременно ушедшего Виктора Инольского. Так что сейчас большая литература. И в частности вот можно узнать, и это очень интересно. Я написал так вот в этой статье. Есть тета-функции, есть сигма-функции. Есть задачи, где без тета-функции не обойдешься, есть задачи, где с сигма-функции не обойдешься, есть задачи, где надо, вот как Виктор Инольский, синтезировать преимущества тета- и сигма-функции. Спасибо. Коллеги, еще вопросы, пожалуйста, к Виктору Матвейчу. Если вопросов нет, разрешите мне еще раз поблагодарить Виктор Матвейчу. она появилась на самом деле как решение Вейля. То есть это два решения, так сказать, штурма Шрёдингера на полуоси, или он рассматривал на обси, но у него четный потенциал. Правильно, правильно. И вот с этой точки зрения, то есть это решение Вейля, это не какое-то выдуманное, просто решение Вейля, просто он перенес его на Риманову поверхность. Правильно. Да. А вот вы говорите о Бейкере, действительно называют Бейкера Хьезера, но я никогда, в смысле функция Бейкера Хьезера, но у Бейкера, я Бейкера еще не читал. А у него каким образом появилось? Сейчас расскажу. Я вам напомню вот может не все обратили внимание, что вот этот вопрос, который вот вы задали, я себе тоже задал. И я нашел ответ у Эрмита. Дело в том, что когда задачу ставил Эрмит, вот вы, например, изучаете теорию, скажем, вам нужны какие-то функции, вы их изучаете, в частности, возникает задача аппроксимации. И вот, например, когда вы занимаетесь функциями на сфере, так, вам уже невозможно обойтись только полиномами, вам надо брать иррациональные функции. Но там, к счастью, есть функция не только z, но есть функция один на z. И если у вас есть такие функции, как z, один на z, то есть вы можете при помощи этих функций строить аппроксимацию и так далее. И вот Эрмит спросил, Эрмит спросил, вот у меня теперь есть риммного поверхность, могу ли я строить, или, ну, можно даже брать ее якобиан, могу ли я найти аналог функции один на z, то есть такой функции, которая является мироморфной, но у ней полюс первого порядка. И он предложил в качестве решения своей задачи некоторые функции. Но вот в явном виде, так, как я вам показал на первой лекции, такой вид написал как раз Бейкер. Помните мою первую лекцию? Она у вас есть. Я же там, я же не только написал формулу, я вам даже написал доказательства, как из этой формулы сразу получается решение уравнения Ламе и так далее. Вот. То же самое, то есть, короче говоря, вот у Бейкера и у Ахиезера каждый раз, когда вам надо решать задачи, где должны быть базисные функции, по которым вы можете раскладывать другие функции, вам надо иметь вот такие функции, которые, повторяю, имеют, ну вот, я сказал, пи-функция, она замечательная, но у ней полюс второго порядка. Она не может быть полностью использована для аппроксимации. А вот функция Бейкера и Ахиезера, она вот замечательная, она полностью характеризуется вот такими свойствами. Но там экспоненциальная особенность есть все равно. Что вы хотите? Ну там она же не мироморфная, там есть экспоненциальная особенность. Секундочку, 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 я вам скажу сейчас, сейчас скажу. Вот, дело в том, что, ну, есть такой принцип, за все надо платить, потому что, когда вы хотите работать с мироморфными функциями на эллиптической кривой, то согласно классической теремии Леувиля, вы ничего, кроме пи-функции и ее производных, получить не можете. У вас пи-функции имеют порядок полюс второго порядка, производный полюс третьего порядка, ничего больше. Так вот, оказывается, что если вы разрешите вот такую особенность, причем она, помните, особенность, только при альфа равном нулю, то есть вы заплатите этим, но тогда вы получите функцию, которая будет полюс первого порядка. Это плата. Плата за то. Вот, понимаете, как раз я возвращаюсь к проблеме по Анкаре. Анкаре как раз и сказал, что надо так определять функции, чтобы была с одной стороны тема единственности, которая полностью характеризует эти функции, а с другой стороны дает нам ограничения, в каких условиях мы можем эти функции использовать. Помните, я вот вам показывал тоже совершенно замечательное уравнение ШАЗИ. Оно же абсолютно фундаментальное во многих задачах, но там точно объясняется, что вот у них есть подвижные границы и какая и так далее. То есть, вообще, я еще раз повторяю, то, что я вам рассказал, это путеводитель. А по хорошему счету это минимум годовой курс, и тогда можно вот рассказать не только историю вопроса, не только новые результаты, но и, как говорят, вот провести, провести при помощи этого путеводителя, провести вот по тем тропинкам, дорогам, которые были. хорошо, Так, коллеги, пожалуйста, еще вопросы. Если нет вопросов, давайте еще раз поблагодарим Виктора Матвеевича за очень глубокий курс лекций. Ну и я надеюсь, что еще в будущем Виктор Матвеевич тоже нам будет рассказывать интересные новые результаты. И вот сейчас, конечно, курс лекций это еще более глубокие вещи. Здесь есть элементы и философии, и истории развития математики. Так что я надеюсь, что всем это было, скажем так, очень полезно. Вот самое главное, очень полезно. Спасибо большое, Виктор Матвеевич. Да, спасибо. Спасибо за представление. Александр Ильич, извините, а можно вот попросить на будущее, в смысле, чтобы это был не только энциклопедический курс, а может быть какой-то маленький кусочек, но чуть более детально. Такая лекция, как лекция для неэкспертов в предмете. Было бы очень здорово. Я извиняюсь. Значит, у меня такое предложение. Я вот, значит, еще раз пересмотрю свои слайды, может быть, немножечко там подправлю в связи с теми вопросами, которые возникали. Вы это все получите, и вот дальше я буду рад, если вы мне пришлете, как говорится, заказ. Вот Виктор Матвеевич, вот такой-то сюжет, такие-то доказательства, такие-то объяснения. Я с удовольствием к этому вернусь. Я хочу напомнить, потому что я несколько лет назад Александр Дионич пригласил меня тоже прочесть лекцию вот на вашем семинаре, и я там как раз начал с проблемой по Анкаре, именно о том, что такое функция. Понимаете? Это вещь удивительная. Я как раз там больше внимания уделил именно Генезису, откуда возникла эта тема, и, повторяю, сформулировал именно так, как сформулировал Понкаре. Вот. А вас я прошу, вот повторяю, вы получите три пакета слайдов, три лекции. Посмотрите, если я, Александр Дионич, вы соберете какие-то пожелания? Да, давайте так, да, у нас, значит, вы вышлите тогда, Амин, тебе, Виктор Матвеевич, вышлет, или кто, кто с Виктором Матвеевичем сейчас связан, или Али Тасевич? Алла? Не, ну, дело в том, что я же первую лекцию уже Али послал, давайте я... Ну, тогда, тогда мы, тогда мы попросим Аллу это сделать, чтобы она распространила дальше между участниками семинара. Вот. И, значит, в зависимости от этого, тогда, значит, может быть, мы в будущем еще, значит, когда мы сможем сформулировать, какие наиболее интересные места, вернее, несколько мест это вряд ли уместится в одну лекцию, а вот так подробно, с примерами, с, может быть, даже доказательствами, это было бы интересно, хотя бы какие-то вещи, чтобы были доказаны, нам что-то послушать, потому что это будет интересно не только для преподавателей, но и для нашего молодого поколения, там, аспирантов, может быть, даже магистров, вот. Так, это мы сделаем, спасибо, Марк Михайлович, это очень правильное пожелание. Да, спасибо. Так, ну хорошо, тогда, коллеги, давайте мы прощаемся, Марк Михайлович, я вам сейчас позвоню, вы не разражаете? Да, пожалуйста, конечно. Да, большое спасибо, я признаюсь, что я получил большое удовольствие, общаясь с вами, потому что, в самом деле, вот, как говорится, еще раз прожил определенный этап своей жизни, но вот постарался вам донести до него. Спасибо вам за внимание. Да, спасибо, Виктор Матвеевич. Ну, вот, у меня всегда, с самого начала, так сказать, когда меня еще, мне было всего 35 лет, меня избрали заведующим кафедрой в МАИ, для меня это было полной неожиданностью, значит, основной из задач, которую я ставил, ставил перед собой создать научный семинар, где бы были вот такие в математическом плане, да и в прикладном, может быть, междисциплинарные доклады, чтобы участники семинара не только знакомились с дифференциальными уравнениями, но и с другими идеями математики, без которых, ну, вся математика без вот такого взаимодействия разных областей не может существовать и развиваться, ну и в частности дифференциальные уравнения. Вот Володя Краснов вас благодарит, Виктор Матвеевич, персонально, вы, наверное, его знаете. Конечно, он у нас выступал на семинаре, конечно, замечательно, спасибо, да. Так, ну хорошо, коллеги, тогда мы с вами прощаемся, спасибо. Все, всего хорошего, до свидания. До свидания. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok